Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать и показать пустые баночки. Это продукция Фаберли, которая у меня закончилась. Там будет у меня и уходовое средство для лица, декоративная продукция и уход за волосами. Потому что чаще всего меня спрашивают, что я делаю, какими я средствами пользуюсь, что у меня такие волосы гладкие, блестящие, шелковистые, так быстро отрастают и так далее. Кстати, я видео подготовила, я еще его не смонтировала. И должна, по идее, ну так думаю, в течение месяца выложить на канале. Оно еще было сделано в мае 2016 года. У меня ничего не изменилось с тех пор, как я снимала этот видеоролик. У меня такой же уход и остался. Поэтому, собственно говоря, оно еще будет актуальным. Единственное, я меняю, конечно же, какие-то средства. То есть, в Фаберли появляется новая продукция, бабушку Агафью до сих пор пользуюсь. То есть, многие вещи у меня остались. Но я просто там вам буду рассказывать и предысторию моих волос. То есть, с какого возраста я начала краситься, какие манипуляции с волосами я проводила и так далее. На мой взгляд, очень интересно. Там старые фотографии будут мои, очень далеких времен, 80-х. И, ладно, буду вам показывать. И начну я, пожалуй, со средств для волос. Это у нас шампунь из серии Этноботаника. Я покупала все шампуни серии Этноботаника. И они, в принципе, все для меня одинаковые и отличные в своей ценовой категории. То есть, соотношение цены и качества у них очень-очень хорошее. Эти шампуни заявлены как на основе экстракта мыльного дерева. Но помимо этого, там еще все-таки есть содиумолу и рецульфат. То есть, это не стопроцентная замена мыльным корнем и содиумолу и рецульфатом. И есть такая же, вот у меня в данный момент укрепление от корней до кончиков для ослабленных и склонных к выпадению волос. Есть еще на каждый день, по-моему, синенькая серия. И есть еще вишневая. Вот здесь вот этикетка. Я тоже уже не помню, для каких они. Но я все линейки попробовала. И они все одинаковые. И хорошо, отлично промывают волос, не склеивают их. Бальзамы отличные. После них волос мягкий. Такое вот ощущение промытости, шелковистости волос. Я знаете, почему все время об этом, на этом акцентирую внимание? Потому что у меня Глескур, я купила бальзамы. И они мне ужасно не нравятся. Там осталось у меня совсем чуть-чуть. Я в крайнем случае пользуюсь, когда мне хочется утяжеления, когда я собираюсь выглаживать волос. Они склеивают волос после мытья. Есть ощущение какой-то непромытости, как будто бы утяжеляют. То есть, нет эффекта легкости. Видите, они такие пушистенькие, хорошенькие. Их можно накрутить. Тоже мне часто задают вопросы, как я делаю такую легкую волну на волосах. Я на влажные волосы, то есть, я мой волос просушиваю практически до полной сухоты. Чуть-чуть они влажноватые, в корнях у меня остаются. И я заплетаю одну косичку. Можете заплести там 2-3 косички. Раньше я делала, чтобы мелкие вот кудряшки, когда у меня были. Я делала много, около 15 косичек мелких. Прям на ночь заплетаю, а с утра расплетаю. У меня такая вот легкая волна. Это вот волна у меня из одной косички получается. И вот у меня помимо шампуня еще закончился и бальзам для волос. Причем бальзам, видите, блеск и шелковистость. Очень часто такое бывает, что шампунь заканчивается быстрее, чем бальзам, либо бальзам. Но в моем случае бальзам заканчивается быстрее, чем шампунь. И приходится как-то комбинировать их друг с другом. То есть, не всегда я пользуюсь средствами из одной линейки. Помните, я как-то вам рассказывала, что купила мыло кусковое. Но мне очень по запаху понравилось. Я им стираю нижнее белье, носочки. И у него очень классный аромат. Парфюмированная душка. Достаточно такая богатая, необычная. Причем унисекс. Она подойдет как мужчинам, так и женщинам. И называется это мыло Дикая Африка. У него очень-очень классный запах. Даже мне сложно его передать, как аромат дорогого парфюма. То есть, такой вот шлейф интересный, и ванная комната после него вся пропахивается. И здесь в составе есть его кивана и аморалис. Я не знаю, как пахнет кивана и аморалис, но аромат вообще просто суперский. Причем вот универсальный. Он не относится ни к фруктовым, ни к ягодным запахам, ни... Что у нас еще там есть? Фрукты и ягоды у нас есть. Вот ни к тем, ни к другим. Отличная, роскошная, парфюмированная одушка. Также закончилась у меня из Матри Джейника. Я, к сожалению, если честно, вот не помню Матри Джейник у нас из какой серии. 60+, потому что я не этого возраста. И сейчас продажами особо не занимаюсь, поэтому... Но вот я знаю, что он совсем не для 30+. Это деликатный гель для умывания, который разработан с учетом потребностей зрелой кожи. Но я очищающие средства позволяю себе покупать из более возрастной категории, чем моя, выше моей возрастной категории. Потому что очищающие средства, они и мягкие сами по себе, более мягче воздействуют на кожу. Это не гели для умывания, для комбинированной кожи, для молодой кожи, которая все-таки подсушивает. Моя кожа сейчас в данный момент сухая. Косметолог мне сказал, что она комбинированная, уходящая в сухую, с недостатком влажности в коже. Но вот я, когда покупаю средства, я когда пользовалась кремом из серии Smart, вот он мне очень хорошо увлажняет кожу, причем не делает ее жирной. Отличный крем. И поэтому я стараюсь покупать какие-то очищающие средства из более возрастной линейки. И в данный момент вот у меня закончился отличный гель для умывания. На первом месте у него стоит вода, на втором – содиум – кокаэлоглютамат. Есть и лантаин в ухаживающих компонентах, какой-то экстракт. И почему я себе беру две причины. Есть очищающие средства, вот в данный момент 60+, мягко воздействуют на кожу, мягко ее очищают, не пересушивая. И они недолго находятся на лице, это не крем, который у вас весь день, всю ночь, а это очищающие средства, которым вы смываете макияж и потом смываете водой. Он прекрасно очищает поры, как здесь написано, устраняет черные точки, но вот этого эффекта я не заметила. Но у меня много очищающих средств, которых я комбинирую, то есть это не одно единственное, которым я пользовалась. Освежает кожу и деликатен глаза. На самом деле при попадании в глаза вообще нет никакого дискомфорта, не щипет, не болит резень, никакой нет. Даже вот когда пользовалась, я не чувствовала, что я каким-то моющим средством умываю лицо. Что нельзя сказать, например, о мицеллярной воде, что у нас там еще есть. То, что обычно гели какие-то для умывания, пенки, которые при попадании, они все-таки щиплет глазки. Также закончился у меня из старой линейки гелиантин и гигиены, но это уже раритетный флакончик, потому что они закончились, у нас появилась новая линейка, которую я вот купила и в данный момент пользуюсь. Мне бы хотелось, чтобы гелей для интимной гигиены было больше в Фаберлик, потому что их всего лишь два. Я не люблю пользоваться одним и тем же 150 раз. Я люблю разнообразие, новые продукты и, конечно, бы хотела, чтобы какая-то альтернатива еще была. И вот наконец-то появились у нас гели для интимной гигиены с новой парфюмированной одушкой. Я не знаю, как состав. Составы я не сравнивала. И поэтому вот купила новое, а старое вот у меня закончилось. Спросите, что у меня на ногтях, потому что чаще всего у меня задают вопросы о помаде. Но помада сейчас не выигрышно смотрится на губах. Это помада из 100% объема и роскоши. Тусклый немножко свет, солнце то заходит, то уходит. А на ногтях у меня вот это вот средство. Это 7257. Не помню, как он называется. Но для восстановления ногтей после шелака его можно использовать. Для поврежденных ногтей такой вот дает приятный цвет натуральных ногтей. Красивый маникюрчик смотрится. У меня вообще на этой руке идеальный. Он здесь вот немножко по-другому. У меня ногти сами другие. Вот здесь вот я в ряд выстроила. Три. В основном ими пользуюсь. Это выравнивающая основа для ногтей, антивозрастное средство. И вот то, что я вам сейчас показала. Следующая у нас выкидываю ее, потому что закончился срок годности. Это маска Парфе для лица. Я не так часто пользуюсь масками. Хотя сейчас я накупила их большое количество. У меня есть и альгинантные маски. Драгоцельная маска красоты из Гордерики. Тоже для возраста 40+. Также я взяла себе маску мне как владельцу АП со скидками 90%. Вот из этой золотой серии. Из платины тоже ночная маска. Пришла и заказала. То есть масок у меня сейчас очень много. Стараюсь ими активно пользоваться. Постоянно не забывать. Потому что в основном забываю. И это не обязательно для меня уход. Мне бы достаточно было умыться, нанести какой-нибудь крем, увлажняющий. И все. Это максимум, что нужно на моей коже. И на что хочется тратить время. Но маски в последнее время я часто делаю. Потому что я вижу от них эффект. Они лучше воздействуют на кожу, чем крема. Крема это все-таки пролонгированный эффект дает. То есть от регулярности их использования будет зависеть состояние кожи. Состояние вашей кожи. А маска приводит кожу сразу, моментально. В такое хорошее, в идеальное состояние. Перед какими-то мероприятиями и так далее. Потому что там более высокоэффективные ингредиенты. А вот эта маска Порфе. Она вот такая вот у меня жиденькая. Она носится как пенка. Выдавливаешь на лицо. И ночью могла с ней спать. Но не использовалась ее. И закончилась срок водности.